Всем-всем большой привет! Я сегодня целенаправленно ходила в магазин Улыбка Радуги, так как недавно узнала о том, что в этот магазин завезли продукцию Катрис. У нас Катрис нигде нельзя купить в магазинах города, единственное только интернет-магазины. Магазина подружки у нас нет, и только вот, насколько я знаю, она представляет Катрис. И теперь Улыбка Радуги тоже будет продавать эту марку. К сожалению, Улыбка Радуги, когда вводит одну марку, выводит другую, это очень грустно. Я думаю, что могли бы уместить все в своем ассортименте, но вот тем не менее это так. Вот такая небольшая затравочка, я вам сейчас покажу, что я взяла именно из Катрис, на что прямо вот очень хотелось и не смогла пройти мимо, даже не стала ждать 15-го числа, когда будет 15% скидки, ну покажу. А начну я давайте с продуктов для губ. Марку, которую выводит, к сожалению, подружка, это Белооджи. Кто как называет Белооджи, Белооги. Я называю Белооджи. Я взяла себе помаду, вы знаете, мне так понравился оттенок. Долго я колебалась оттенок 01 или номер 02 взять. Как могла я тут добавочный свет сделала. В общем, вот так тут все написано. И в итоге взяла оттенок 01. Красивый стик, интересное оформление. Здесь надо нажимать на кнопку и тогда помада выпрыгивает. Но выпрыгивает прямо она по микромиллиметрам. Чтобы вот дождаться, нужно несколько раз нажать. И давайте я вам покажу суть. Вот спокойный, самый вот ходовой, мне кажется, оттенок. Оттенок 02 был более розовый. А вот 01 был вот такой. Более бежевый. Давайте я покажу название. В общем, нюдовый, да, получается. Отличная помада, очень понравилась. Я ее даже поносить сегодня успела. И осталась довольна. Помада стоила 149 рублей. И также не смогла пройти мимо двух блесков. Он был в одном оттенке. Видимо, от Evelyn тоже был красный ценник. Тоже была распродажа. И прямо вот потестировав тестер, я сразу купила 110 оттенок. Я его тестировала только в магазине. Дома еще не пробовала. Поэтому будем с вами вместе смотреть. Их всего было три штуки. Тестер и вот два блеска. Я люблю вот эти вот сиреневые. Наверное, вот кто жил в 90-х годах, у нас особая, наверное, любовь вот к этим сиреневым оттенкам. Но тем не менее. Посмотрите. Кто любит такие оттенки, те меня поймут. Не знаю, какое освещение лучше передаст. У меня тут и дополнительная стоит лампа, и верхний свет. Уже приходится снимать очень поздно. Вот такая вот замечательная помада, хотела сказать. Ну, блеск. Такой замечательный блеск. И третий блеск. Это любимая, одна из любимых моих марок. Это Vivienne Sabo, бриллиант 3D. С 48-м оттенки. Вы знаете, вот единственное, что у этих блесков разные спонжи. Есть кисточками, а есть спонжами. Мне больше нравится, когда попадаются спонжи. Кисточки у них какие-то не очень удобные. Давайте посмотрим. Оттенок тоже. Он такой прямо аккуратный. Приятный оттенок. Тут уже идет спонж. И какой-то вот он золотой. Бежево-золотой. Отдает красивым золотом. Смотрите. Я вам тоже пытаюсь при разном освещении показать. Вот видите, даже тут какой-то определенный свет. Попадает какой-то свет. И интересно смотрится. Вот такие три продукта для губ. Были сегодня в покупках. Ну и сейчас мы с вами перейдем к продукции от Catrice. Блески стоили... Один был 119. Это Evelyn. А второй 139. Это Vivienne Sabo. И вот такие еще разочек покажу оттенки. Я их стирать не буду, потому что мы с вами переходим к Catrice. Я остановилась на тенях. Однушки теней. И можно было взять сразу к ним палетку. Палетку я уже всю заляпала. Вот так она выглядит. С этой стороны зеркало. И на 4 рефила. Вот так выглядит. И мы сейчас с вами будем эти рефилы вставлять в палеточку. Давайте я вот здесь положу. Степа помогает. Рядышком сидит. Какие оттенки я взяла? Ну, вообще влюбилась, конечно, я в оттенки. Давайте начнем со светлого. Мне кажется, это вообще чистая шампань. Буду вот так показывать. Смотрите, где написан оттенок. Ой, чуть не уронила. И вот здесь информация на каждом рефиле. Я вам ее тоже буду показывать. Не знаю, зачем. Уже все эти... Оторвала я бирочки. Опустила пониже. Вот так смотрится оттенок. И давайте смотреть. Очень красивый. Вот прямо шампанское. Самый настоящий шампань. Так, сейчас не знаю, как они тут. Ой, легко вынимаются. Причем, смотрите, вынулся и рефил, и оттенок. Надо будет вот его приклеивать, раз он так легко выпрыгивает. Я тогда сначала его приклею, а потом туда вставим. Следующий оттенок я взяла матовых теней. Один решила взять матовый, чтобы складочку затемнять. Здесь наверняка есть оттенок. Может быть, это здесь. Не знаю. И давайте смотреть. Без вас не доставала, не смотрела. Только бирочки эти отодвинула. Ой, он как бы прямо приятный бархат какой-то. Такой универсальный, мне кажется, его в складку. Вообще отличный. Смотрите, какая текстура. Мне кажется, его можно использовать даже как скульптор. Вот так выглядит второй оттенок. Сейчас попробуем с вами его вынуть. Надеюсь, он более безобидно выпрыгнет. Да, этот рефил хорошо выскочил. Еще не знаю, как его вставим. Но пока положим. Вот эти вообще тоже очень удобные. Можно и в них оставлять, если нет желания оформлять палеткой. Следующий оттенок. Оторвала вообще эту штуку. Давайте здесь посмотрим. Оттенок, наверное, здесь есть. У меня слепит вот этот дополнительный свет в глаза, поэтому я, к сожалению, вообще не вижу. Даже если я буду в очках, я не увижу. Как приятно она набирается. Мне кажется, я самые красивые оттенки забрала, которые увидела. Вот такая прелесть. Вот по-другому не назовешь. Вынимаем. Ой, так легко они выпрыгивают. Прямо очень легко. Сейчас мы его вставим с вами вместе. И последний оттенок, в который я влюбилась. Это наверняка здесь есть данные какие-то. Не знаю, стоит тут показывать или нет, но уже по традиции этого ролика покажу все. Туговато открываются. Вы посмотрите, мне кажется, это такой доухром. Мне кажется, я слышала отзывы не очень. Некоторые хвалебные вот на этот доухром. Но я не могла пройти мимо. Конечно, мне он был дико нужен. Вы только гляньте. Ааа, как я хочу такой. Теперь он у меня есть. И он еще и на пальце остался. Вообще красивый очень оттенок. Давайте его тоже вынем осторожненько. Вот только белый получается у меня куда-то ускакал. Я его потом приклею. И сейчас мы с вами попробуем их. Я не знаю как. Вот так, наверное. Да, вот они прям легко запрыгивают. Матовый второй будет. Так. Следующий вот этот рефил. Я вам показываю, телесебе. Что-то я, мне кажется, низковато как-то вставили. И последний. Все. Нет, вот. Теперь все. Так. И получается вот такая палетка. Мы с вами собрали сейчас такую прекрасную палетку. Я довольна. Мне кажется, стоит того вот эта красота. Так. Эти убираем. Это ставим сюда. Цены. Каждая тенюшка стоила 212 рублей. И сама палетка стоила тоже 212 рублей. Ну, конечно, они получились все вместе, все пять, дороговато. Со скидкой было бы выгодно. Но вот не могла я. Не могла я пройти мимо. Давайте еще разок покажу эту красоту. В принципе, на этом можно было бы остановить ролик. Вот так выглядит коробочка. Можно ее тоже сохранить. Так, эту палетку, чтобы она сильно не заляпывалась. И держать в этой коробочке. Ну, при желании. Сюда поставим. Ну, сказали, что 25 октября будут 40% скидка на все гели для душа. И знаете, о чем я хотела еще чуть-чуть поговорить? Почему я дико хотела тени от Catrice? Потому что у меня есть 4 палетки. Вот кому дальше не интересно, покупки я остановила. Можно уже и выключать. Кому интересно, можете посмотреть и дальше. У меня есть 4 вот таких рефила. И я знала, что тени от Catrice просто прекрасные. И хочу я с вами ими тоже поделиться, показать. Очень жаль, что вот эти вот тени, эти рефилы не подходят для таких магнитных палеток. Сюда только подходят те, которые идут вот с этой черной окантовочкой. Видите, у каждого рефила черная, ну, кантик, да? А эти вот нестандартные, поэтому они не подойдут. И я хочу вам показать те, которые у меня есть. Потому что я не просто так, не понаслышке знаю, что у Catrice тени чаще всего отличные. Давайте я вам тоже покажу. В сводче тех теней, которые у меня есть. Следующая палеточка. Она такая прямо оригинальная. Это другая уже. Вот я вам сейчас показывала металлик. Вот это другая линейка. У Catrice была. Прямо блестки. Мне вот эти два рефила приходили в подарок. Металлический. Этот с шиммером. И два, которые я брала на Beauty Home. Вот такие два оттенка. Это с Beauty Home. Первый розовый. Вот тут наверняка есть номер. Можно посмотреть. Очень туго, конечно, они открываются. Видите, здесь нет вот этого кантика. И поэтому вот такие рефилы уже не перенести. Розовый нежный. Поэтому выбор у меня пал на такое шампанское. Потому что розовый есть от Catrice. При желании можно использовать. И у меня был один матовый. Но сейчас вы увидите оттенок совершенно другой. Более такой тауповый. Они оба отлично подходят в складку. Этот более яркий. И сейчас я вам тоже покажу. Видите, он более такой. Даже вот в уголок глаза можно затемнять. А вот этот в складку вообще отлично. И получается у меня вот такие тени от Catrice. Мне кажется, все разные. Можно сделать даже несколько разных макияжей. С этими оттенками. Единственное, у меня тут нет светлого матового оттенка. Но его можно взять в любой другой палетке, если что. И вот для губ продукты. Это все, что я хотела вам сегодня показать. Я прямо очень рада, чтобы улыбку радуги завезли в марку Catrice. У кого есть подружка в магазин, те, конечно, не нуждались, может быть, в Catrice. Но вот в нашем городе это просто радость и праздник. Спасибо огромное, что оставались со мной, что смотрели этот ролик до конца. Всем приятного времени суток и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok